С вами Алена Полыни. Сегодня очень интересная тема разговора о закон бумеранга. Почему он не работает? Вот у меня часто спрашивают, вот там какой-то человек наделал гадостей всяких и всего остального, а ему ничего. Как так? Где же этот самый закон бумеранга? Когда к нему вернется его же зло? И почему один человек получает подарки судьбы, а другой не получает? Давайте разберем эту тему подробно. Итак, есть ли закон бумеранга? Нет, его не существует. Его придумали люди для того, чтобы было не так печально жить. Все в природе идет как обмен энергиями. И хорошо или плохо, такое понятие существует только, увы, у людей. А в пространстве это понятие не особо-то зафиксировано. Поэтому очень часто какой-нибудь гаденыш живет себе вообще прилично и даже в ус не дует. А человек, как он думает, хороший, живет очень даже плохо. Так от чего же это зависит? А зависит от очень многих факторов. От вашего ресурса, с которым вы пришли на эту землю, то есть что вы принесли с собой. У вас есть у каждого свой ресурс, который можно, кстати, рассчитать по вашей дате рождения. Можете обратиться, я вам подскажу. Следующий момент – это то, каким образом вы сейчас взаимодействуете с пространством. И это не позиция «хорошо» и «плохо», а это позиция значимости ваших деяний на земле, значимости вашего обмена энергии с другими людьми и ваших целей. Насколько вы правильно ставите цели и как вы их достигаете. Так вот, судьба будет всегда на стороне того, кто именно простраивает вот эти важные, нужные каналы на земле. Важные, нужные с точки зрения мира, с точки зрения земли, материального мира или земли. Вот с этой точки зрения. Значит, что касается закона бумеранга, то есть почему один человек делает гадости и ему ничего, а другой вроде как хороший и, ну, как бы вот ему так не везет в жизни, у него все валится там из рук и так далее. Вот этот человек, который делает гадости, он может быть делает гадости только с вашей точки зрения. Это первый момент, который может быть. Это ваше личное, сугубо ваше индивидуальное мнение по поводу этого человека, потому что он навредил конкретно вам, как вы это считаете. А с другой стороны, есть силы, силы зла их назовем условно, которые будут ему помогать вредить. Такое тоже возможно. Для многих людей это не укладывается в голове, но это вполне возможно. Следующий вариант, что его вредительство стимулирует вас на некоторые действия, которые вам идут в пользу. И благодаря этому вредительству вы достигаете больших высот. Тоже вполне может быть. Поэтому ковырять можно далеко и глубоко и очень долго разбираться в этом процессе. Но мы должны подвести резолюцию, что закона бумеранга, взглянуть правде в глаза, действительно не существует. Иначе бы все гаденыши давно бы были наказаны. Но они живут замечательно. Ничто не мешает вам запустить этот самый закон бумеранга. То есть, если вам навредили, оттолкнуть от себя это зло и вернуть тому человеку, кто это сделал. Хотя бы здесь научитесь это делать мысленно. Не принимать это зло, как нас учат некоторые религии, а именно отталкивать от себя. Ну, говоришь мне гадости, забери их себе, мне они не нужны. Это очень хорошо здесь воспринимать. Знаете, как с некой... Это работа с собой, своим сознанием. Потому что наша энергия зависит от нашего сознания. Узнали, что там соседка или еще кто-то говорит о вас гадости. Сразу у вас должно автоматом подуматься. А там, фекла, имя вымышленное, забери это зло себе. Мне оно неинтересно, мне оно не нужно. И никогда не принимать близко к сердцу и не переживать, не пережевывать внутри себя все то, что сказал какой-то гаденыш или сделал какой-то гаденыш по отношению к вам. Ну, на то он и гаденыш. Как говорится, на таких людей обижаться не нужно. А просто нужно отсылать им все, что они сделали вам и вам того же. Значит, еще очень интересный момент касаемо подарков судьбы. Действительно, те люди, которые умеют взаимодействовать с внешним пространством, на своей волне быть, на своем потоке и понимать свой ресурс, идут по своему пути. Кого-то направил кто-то, и он встал на этот путь. Кто-то сам дошел и нашел этот свой путь. Те действительно получают на этом своем пути свои подарки судьбы. Но вот так устроен мир. Кто-то понимает свой путь, кто-то не понимает. В большинстве своем пространство дает всегда варианты. То есть нет такого, чтобы у человека все было плохо, ему не давали вариантов. Когда человек двигается по земле, в структуре земли, да, и строит свои пути на земле, появляются такие маячки, варианты, которые возможны для того, чтобы человек изменил свою судьбу. То есть ему подсовывается вариант для изменения своей судьбы. Кто-то замечает этот маячок и, ой, я нашел, и начинает действовать. Кто-то не замечает, а кто-то замечает, начинает действовать, но на каком-то этапе не может идти дальше и что-то менять в своей судьбе. Ну, слабый духом, нищебродов, слабых духом, имеется в виду именно не с финансовой точки зрения нищебродов, а именно нищих духом, тех, кто слаб, тех, кто не готов идти дальше, конечно же, сталкивается с этого пути опять в их болото. Приведу интересный пример. Значит, у меня была клиентка, такая жизнь еле теплится, вся такая трясется, вся такая ой-ой-ой. И я ее пыталась стабилизировать, то есть взять вот так, чтобы у нее была воля кулаковая такая, чтобы дух был мощный, но ее постоянно тряхало вот так. Значит, постепенно она стала выравниваться, не сразу, постепенно она стала выравниваться. Стало заметно, что человек встает, вот он уже встает на этот путь, и вот еще остался шаг, и да, этот шаг будет сделан. И я с радостью наблюдала, но в последний момент у человека, знаете, как возник страх. Панический ужас что-то менять. И он стал сомневаться в том, правильно ли он идет. А что такое сомнение? Это совместное мнение с кем-то. Он стал искать вот эту информацию извне, которая бы могла подчеркнуть ему бы его мысль о том, что, возможно, он не туда встал. И нашел таких же болотистых, которые были на том уровне, когда она пришла ко мне, вот это вот, да, нашла таких же вот трясунов. И эти трясуны ей сказали, ты идешь неправильно, там страшно, туда не ходи, здесь не страшно, туда страшно. И она все затряслась вместе с ними в этом болоте, понимаете? Не смог человек. Потому что вот совсем слабые из нуля, когда мы начинаем тащить их вверх, они увидели этот маячок в виде руки сильной, да. Но это не факт, что он выйдет на эту дорогу. Я уже многократно об этом говорила. И мой уже многолетний опыт показывает, что это совсем не обязательно так. Души есть разноуровневые. Мы приходим сюда с разным ресурсом и с разным уровнем. Но мы должны здесь, на земле, цепляться за тех только, кто сильнее нас. Не на одном уровне с нами, не слабее нас где-то там внизу, а тех, кто сильнее нас. Тех, кто достиг большего, цепляться руками, ногами, зубами, если хотите. И чтобы они тащили нас, чтобы они нам помогали вылезти выше и выше, выше. И всегда есть куда стремиться выше. Даже вы подняли голову еще выше и еще выше. И нужно не бояться. Нужно взять вот эту вот свою волю, собрать. А воля это что? Это энергия, направленная из внутреннего вашего мира души во внешний мир. Собрать эту волю и направить. И вот возыметь вот этот сильный, мощный дух. Почему? Потому что вы ответственны не только за себя, а за то, что будет после вас, за своих потомков. И сейчас, когда вы не делаете никаких действий, а оправдываете себя, что, ой, там меня кто-то обидел, будет закон бумеранга, бумеранга его обязательно накажет. Не накажет его. Вы должны делать так, чтобы вас не обижали, чтобы вас невозможно было обидеть. Что когда вы чувствуете внутреннюю оскомину, что вас кто-то обидел, вы сразу отсылаете это тому человеку. Мне не надо твое зло, забери его себе. Вот это должно быть внутри вас. Всегда. Вы отторгаете чужое зло, оно вам не нужно. Вы цепляетесь за сильного человека и двигаетесь выше, выше и выше. Прям цепляетесь за него, держитесь и боитесь его потерять. Вам плевать, что вокруг. Вы боитесь потерять вот эту соломинку, которая вас тянет из этого болота. А может быть не соломинку, а целую дубину. То есть вы держитесь за нее. И вы смотрите, у вас первое, вы не разрешаете себя обижать. Вас невозможно обидеть. Зло уходит к тому, кто захотел вас обидеть. Второе, никакой второй щеки быть не должно, кстати. Второе, вы держитесь за сильного человека, чтобы двигаться выше и выше, постоянно и бесперерывно. Третье, у вас желание и жажда знаний. Как лучше, как еще. Вы хотите от этого сильного человека получать бесконечных знаний. Еще, еще, еще. Жажда, ненасытность такая. Вы хотите выше и выше подниматься. И вы убираете из своего круга общения всех тех, кто не готов двигаться выше. Кто сидит на лавочке и перемывает чьи-то кости. Кто, может быть, в интернете сидит и перемывает чьи-то кости. Сейчас уже лавочки ушли в прошлое. Даже бабушки сидят в интернете. Кто там, я не знаю, сидит ерундой, страдает и пишет комментарии кому-то негативные там постоянно. Сплошь и рядом такие встречаются люди, которым нечем заняться. На фотографиях, смотрите, есть фотографии, где я в лесу, значит, с оленем и с лисою. И человек мне пишет, фу, с чучелами сфотографировала. Сама как чучела, да, там. Этот человек не видит, что это живой олень, живая лиса. Он видит во мне чучело. Почему у него такое восприятие мира? Потому что он сам чучело. Если я буду на него обижаться, страдать, мучиться. Боже мой, какой кошмар. Меня назвали чучелом. Да я, наверное, там урод там страшный, да. И эта лиса там плохо стояла или еще что-то. Я нагребу этот негатив. Оно мне надо. Я буду обижаться на человека, который находится, стопроцентно находится на уровне очень низким. Низком, потому что люди, которые пишут гадости, они всегда находятся на уровне ниже вас. Всегда. Потому что, чтобы плюнуть вас, нужно быть за вашей спиной далеко-далеко. А чтобы эта плеводина до вас долетела еще, вы должны к нему еще как-то поближе подойти. Поэтому, ну его нафиг. Зачем он нужен? Есть вы. Вы самые лучшие. Вы стремитесь к идеалу быть совершенством. Лучше, лучше и лучше. Во всем и всегда. Забыли о законе бумерангов. Его не существует. Закона бумеранга не существует. И поняли о том, что мы хотим получать подарки судьбы. Мы имеем право на подарки судьбы. Мы пришли сюда, на эту землю, как дети земли, а не гости, не рабы. И мы на этой земле дарим земле свою любовь, дарим земле свою заботу. И она, как заботливая мать, дарит и нам подарки этой самой судьбы. Увидимся.